МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, скоро Новый год, Новый год, Новый год. Привет, Лёнь! А в разных странах тоже Новый год. Чего ты бы здоровался с тобой? Я бы с тобой здоровался. С ребятами поддоровайся. Давай, ребята, привет! Добрый вечер, ребята. Жорик, скажи, пожалуйста, а который час? Скоро там уже этот Новый год к нам придёт. Сейчас посмотрю. Буква С. Вот это у тебя прикольные часы. Да, я нашёл их в кладовке. А что это за часы такие? Не знаю. Я не знаю, тут циферки есть, но они какие-то большие. А на часах же маленькие циферки. Может? Я понял, что это? Что это? Это компас. Что? Компас. Компас? Точно. А для чего нужен компас? Ну, чтобы определять место нахождения. О, у вас место нахождения? Да, смотри, точно. Буквечка С. Северное полушарие. И южное. Подожди. Вот смотри, это меня в руках ломает. Да, давай, смотри. Смотри. Это северное полушарие. Да. А это южное. А на южном, кстати, находится Антарктида. Да, да, да. Там много пингвинов. У них, кстати, тоже Новый год будет. А, кстати, Жорик, а на южном, наверное, всегда холодно. Туда лучи солнца не совсем хорошо попадают. Это северное тоже холодно. Они вот так попадают кучи сюда, 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 сюда. А на южное полушарие слабовато. Вот так вот слабовато попадают. Вот, ну, а пингвины, они все равно там живут. Им-то нравится. Лёня, а ты знаешь, я вот сейчас вспомнил, когда был изобретен компас и где. Когда и где? Нет. И все, давно-давно в Китае. Да. Ого! Там, сейчас, киатрик, да, наши. О, я нашел Китай. О, вот, и там был запретен компас. Там был запретен компас? Да, а потом он уже, это, попал уже по всему свету. Ну, когда там кругосветные путешествия начались, когда торговля началась. Да, кстати, а можно с компасом ходить? В грибы, в лес, и чтобы не заблудиться. Можно. Можно. А у меня, смотри, даже какой компас им держит. А можно ходить зимой в лес, в поход, и чтобы тоже не заблудиться. Можно, только... Что, можно ходить и зимой, и летом с компасом? Можно ходить зимой, и летом, вот только зимой в поход, я не знаю. Это можно... На лыжах. А, да, лыжик можно, так, чтобы не терять. Да, угольно. Да, вот так вот направляешь, вот. А с помощью компаса можно найти Новый Город? Нет? Нет. Тогда придете вот ожидать, он уже скоро придет. Просто можно узнать, где расположена Белорусская пуща, где находится Дед Мороз. О, круто! Ребята, мы сегодня, мы сегодня нашли необыкновенные числики, которые называются компасом. Вот, и пойдем, можно определить, где находится север, юг, запад, восток. Вот, а еще, а вот там можно вот так ходить, да, выходить. Ну, я, наверное, тогда пойду спать. Да, ты, давайте спать, а я посмотрю, мой дверь. Идем на восток, идем на восток. Вот, Журик по компасам пошел спать. А, прикольно! Завтра я буду с этим компасом ходить. Ой, а сейчас что-то... Ой, что-то спать хочу. Поставлю сюда компас. Ой, ой, ребята, спокойной ночи! Ой, ой. Ой, ой. Продолжение следует...